В ноябрьске менингита нет, а вот в России, по данным Министерства здравоохранения, случаи заболевания антеровирусной инфекцией, в том числе и сирозным вирусным менингитом, еще регистрируются. Вспышка инфекции была в Ростовской и Липецкой областях, заболевания выявлены в Москве и даже в соседнем Сургуте. И хоть в нашем округе за 6 месяцев этого года ни одного случая антеровирусной инфекции не зарегистрировано, расслабляться рано. Подробности у Ольги Поповой. Ни среди взрослых, ни среди детей ни одного случая не зарегистрировано. Он доставлялся в июне месяце ребенок из Муравлинка с подозрением на менингит, но в течение суток этот диагноз был снят. Сирозный вирусный менингит, который сейчас гуляет по стране, наиболее типичная и тяжелая форма антеровирусной инфекции. Заболеть им можно в любом возрасте, но чаще всего, в 80% случаев, страдают дети. Вакцин от него нет, а из методов профилактики только соблюдение правил личной гигиены, а также питьевого и пищевого режимов. Передается менингит воздушно-капельным путем и контактно-бытовым. Через грязные руки, фрукты и овощи. Подхватить его можно также, купаясь в водоеме. Врага надо знать в лицо, вот и с симптомами вирусного менингита. Для своего же блага желательно ознакомиться заранее. Клинически это заболевание начинается остро, с резкого подъема температуры до 39-40 градусов. Появляется сильная головная боль и головокружение, тошнота и рвота. Иногда менингит сопровождает боли верхних дыхательных путей в животе и спине. Поэтому в случае первых признаков лучше сразу к врачу. Пусть болячка окажется банальной ОРВИ, чем поздно обнаруженный менингитом. От него хоть и редко умирают, зато последствия при него временачатом лечении могут быть крайне тяжелыми. Это глухота, слепота, эпилепсия, проблемы с умственным развитием у детей. А вот основные факторы, способствующие формированию очага антеровирусной инфекции. Переуплотнение детских коллективов, несублюдение норм площади в спальных помещениях, нарушение требований по режиму уборки и проветривания, неудовлетворительное содержание пищеблока и групповых комнат, нарушение технологий приготовления пищи и правил мытья столовой посуды, отсутствие своевременного выявления изоляции заболевших детей. В бактериологической лаборатории города Ноябрьска проводится лабораторная диагностика бактериального менингита. Материалом для исследований является пеномозговая жидкость, носоглоточная, слизь, кровь. В Ноябрьске всевозможные превентивные меры приняты. С медицинскими работниками ЦГБ проведены семинары на тему менингитов. А также в учреждении создан запас лекарств для лечения больных. Но расслабляться, как говорят сами, врачи не стоит. Скоро первые отпускники начнут возвращаться в Ноябрьск. А значит, могут привести в город и болезни. Ольга Попова, Александр Иванов. Новости нашего города.